МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В итоге 31 мая 1223 года в битве на реке Калки войсками монгольского темника Субэдэя был разбито сводное русско-половецкое войско. 31 мая 1864 года состоялась гражданская казнь писателя и вольнодумца Николая Чернышевского. На Мытницкой площади в Петербурге над головой автора романа «Что делать?» преломили шпагу и отправили на каторгу. 31 мая 1991 года Министерство юстиции России зарегистрировало гражданский устав Русской Православной Церкви. 31 мая 1736 года русские войска под командованием Бурхарта Миниха взяли крепость Перекоп и впервые в истории вторглись в Крым. Граф Бурхарт Кристоф фон Мюних именно так правильно звучит его имя родился в немецком княжестве Ольденбург в семье потомственных инженеров. Фамильное дело и способствовало его карьере. Миних как инженер попал в число тех, кого царь Петр I пригласил в Россию прорубать окно в Европу. Именно Миних, ставший уже Кристофором Антоновичем, занимался укреплением Кронштадта и проектировал грандиозный Ладожский канал. Не затерялся талант и при племяннице Петра Анне Иоанновне, правда уже как полководец. Его императыйца выбрала для руководства походом на Крымское ханство в рамках очередной русско-турецкой войны. Крымский хан в то время был вассалом турецкого султана, однако момент для кампании был выбран идеально. Османы вели не особо удачную войну с Персией. Страх перед турками держится на одном предании, ибо теперь турки совершенно другие, чем были прежде. Сколько прежде они были воодушевлены духом славы и свирепства, столько теперь малодушны и боязливы. Татары, зная все это теперь, как здесь говорят, верности порти начинают колебаться. Так докладывала императрица, посланник в Стамбуле Вишняков. Христофор Антонович подошел к делу с инженерной тщательностью. Для начала он объехал южные рубежи империи, которые страдали от набегов крымчанов. Лично зарутился поддержкой донских казаков. Казаки же подсказали лучшее время для начала боев – ранняя весна. Более чем 50-тысячная армия выступила на Крым 10 апреля. Двигаясь русские войска по приказу Миниха, оставляли за собой целую сеть укреплений редутов. Опять же сказывалась инженерная жилка командующего. За степью был Перекоп – маленький перешейк, соединявший Крым с материком, к тому же первоклассным укрепленным. На 8 километров протянулись и ров глубиной в 10 метров и высокий баронительный вал. На валу – сеть башен, в которых засела охрана рубежей крымского ханства. И были там не только татары, но и янычары – войска османского султана. Подойдя к стенам, Миних потребовала полной капитуляции. Хан в ответ стал тянуть время, ссылаясь на мир с Россией и заверяя в полном своем миролюбии. Русский фельдмаршал эту игру не принял, он просто приготовился к атаке. Миних решился на обманный маневр. Разделил армию, отправив небольшой отряд, отвлекать османов нападением на главную крепость Оркапу. А сам с основной частью пошел штурмовать укрепления в стороне. Это позволило рассредоточить силы обороняющихся и быстро взобраться на вал с помощью пик и рогать. Вскоре пехота подтянула за собой на укрепления и пушки. Татары были настолько поражены той скоростью и напором, с которой русские преодолели непроходимые прежде укрепления, что в спешке ретировались. Осталось только сломить сопротивление турецких войск в башнях. Миних приказал сосредоточить огонь пушек и усилия петербургского гренадерского полка на одну из башен. Удар был таким, что все турецкие укрепления в страхе сложили оружие в обмен на право свободного отступления. Впереди лежал почти беззащитный Крым. Впервые за многие столетия европейские войска ворвались в его пределы и, казалось, уже ничто не могло спасти власть Тихана. Но, несмотря на сей головокружительный успех, на других фронтах этой войны все было отнюдь не так гладко. Да и в самом Крыму русские войска настигли азиатские эпидемии. И только они заставили покинуть полуостров. После смерти Анны Иоанновны фельдмаршала Минника заслали в Сибирь, где он и прожил до старости. Однако уже при территории великого легендарного покорителя Крыма вернули ссылки. Как считается, именно он призывал императрицу пойти в новый поход на Крымское ханство и закончить начатое им 30 лет назад дело. Христофор Антонович не дожил до присоединения Крыма всего пару лет.